Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Елена, ваш домашний лекарь-аптекарь. Сегодня решила записать очередное видео на тему массажа. Так как я еще и массажист, вы уже знаете из предыдущих моих видео, кто знаком со мной, я хочу познакомить вас максимально с этим чудом, массажем. Хочу вам побольше рассказать об этом методе поддерживать себя здоровым, красивым, бодрым, несмотря иногда даже на какие-то заболевания, на какую-то усталость, на тяжелые напряженные рабочие дни. И сегодня решила сделать вот такую тему. Кому показан массаж? Кто нуждается в массаже? В конце расскажу вам интересные факты о массаже. И там очень ценный совет, как оставаться здоровым, красивым, бодрым, несмотря ни на что. Итак, что можно достичь при помощи массажа? Массаж – самое эффективное лекарственное средство, самое безвредное, самое полезное, самое приятное, с пользой для всего организма. Лечим одно, делаем массаж, к примеру, на спине, на руке, а результат отличный во всем теле, во всех органах и системах организма. Значит, что делает массаж? Быстро, вкратце. Во-первых, улучшает кровообращение и местно, и на более глубоком уровне. Большая польза… Давайте будем вот по системам организма. Большая польза для центральной нервной системы, для мозга. Стимулирует работу мозга, снабжает мозг кислородом, улучшает кровообращение. Дальше – дыхательная система. У кого даже какие-то хронические заболевания, застойные явления, бронхиальная астма, при всем идет улучшение, способствует оттоку лимфы от внутренних органов. За счет этого снижается интоксикация организма, выводятся токсины, стимулирует работу иммунной системы. Стимулирует жизненный тонус для лимфосистемы. Вырабатывается много клеточек, я потом назову цифры, сколько нужно массажа. Да даже сейчас скажу вам, час массажа способствует множественному вырабатыванию лимфоцитов. А это такие клеточки, которые улучшают нашу иммунную систему, делают наш иммунитет крепким, и мы будем невосприимчивы к заболеваниям. Талия закаляет организм, укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает работу сердца. Убираются застойные явления не только на тех органах, где делается массаж, а даже застойные явления внутри органов. Улучшается работа опорно-двигательного аппарата. Хорошо воздействует на суставы. Когда делают массаж ног, выделяется синавиальная жидкость, смазка, которая вот сгибание и разгибание. Многие страдают после 50-летнего возраста с суставами. Нет этой жидкости. Делают дорогостоящие уколы, а иногда даже делают пересадки, трансплантации суставов. Операции сложные, тяжелые, дорогостоящие. Улучшается обмен веществ. Стимулируется питание органов и тканей. Предупреждает старение. Замечено было, что те люди, которые регулярно делают массажи, на 10 лет выглядят моложе своих сверстников. Даже если по телосложению они склонны к полноте. Улучшает работу центральной нервной системы. Борется с головной болью. Улучшает работу мозга, я уже говорила, мы начали как бы так. Снимает стресс. Поднимает настроение. Полезно для мышц. Облегчает боль при напряжении. Те люди, которые вот как я стоя работают целый день по 10 часов у кассы. Те, кто стоят, у кого нагрузка на мышцы, на опорно-двигательную систему. Это незаменимое средство для таких людей. Снимает усталость. Улучшает сон. Повышает работоспособность. Хорошо влияет на кожу. Очищается кожа. Обновляется. Активизируется обмен веществ. Улучшается регенерация клеточек. Улучшается самочувствие. Хорошо влияет на кровь. Ускоряет движение крови по сосудам. Ткани активно питаются кислородом. Причем, что пару назову интересных фактов по массажу. Начинаете делать массаж. Обычно вам назначает врач или же даже сам массажист советует сделать в профилактических целях 7-10 сеансов. В лечебных целях это может быть 14-20 сеансов. В таком плане. Но эффект уже есть после 3-х сеансов. А в некоторых случаях и уже после первого сеанса. Массаж может заменить 90% лекарств. Представьте себе эту цифру. Массаж заменяет 90% лекарств. Если вы нашли хорошего специалиста и делаете массаж регулярно, вы выбросите все лекарства из дома. Далее. При массаже в теле вырабатываются эндорфины. Это болеутоляющие силы организма. Можно даже боль снять при помощи массажа и не пить обезболивающие вредные препараты, которые накрывают внутренние органы. А тут представьте, вы делаете массаж, лечите, например, спину или ноги, а у вас улучшается полностью состояние вашего организма. Плюс вы отказываетесь от лекарств, от химии, от вредных веществ. Далее. Эффект от массажа, если сделали вы за полгода 20 сеансов массаж, держится до полгода при серьезных заболеваниях. Улучшается цвет лица, улучшается цвет кожи, структура и внешний вид, даже волос. Если делать массаж спины, шеи и головы, даже ваши волосы будут прекрасно выглядеть. В спорте применение массажа, использование массажа делается всем спортсменам. Ни один спортсмен не достигает значительных хороших результатов, не выигрывается соревнования, не может добиться победных результатов без массажа. У каждого спортсмена есть массажист. За хорошими массажистами ведется борьба. Это самые высокооплачиваемые лекари. Один час массажа – это два часа хорошей физической нагрузки, но при этом не утомляются мышцы. И в возрасте после 50 лет не всем назначают физическую нагрузку и физические упражнения. А массаж разрешено делать. Простой массаж заменит неприятные физические нагрузки в спортзалах. Прикосновение массажиста, если это хороший массажист, способно уменьшить сокращение сердца и уменьшить артериальное давление. Один час массажа влияет на организм как 7-8 часов полноценного сна. Представляете, какой факт? Вот вы не выспались, или там работа была сложная, или еще что-то. И вы пришли к массажисту, вам сделали час массажа, и вы как будто в 7-8 часов поспали. Юлий Цезарь страдал от эпилепсии. Это исторический факт. И ему делали каждый день массаж во избежание эпилептических припадков. Древний врач Гиппократ широко пропагандировал массаж. Сам был хорошим массажистом. И вообще, у древних врачей, а мы знаем, какие они достигли успеха, они основатели медицины. Современная медицина базируется на их знаниях. Так древние врачи считали, что хороший врач обязан быть хорошим массажистом. Знать хорошо точки организма, чтобы мог повлиять и восстановить состояние здоровья человека. Улучшить состояние человека. В Древней Греции атлетам делали массаж. Сегодня то же самое. Нет успеха без массажа. Исследования показали, что массаж улучшает рост детей и улучшает развитие новорожденных. Опыты делали на детях, но до этого на поросятах. Маленьким поросятам, маленьким свинкам делали просто массаж спины по 20 минут. И у этих поросят, кому делали массаж спины, улучшался рост, ускорялся на 35%. Представляете, какие цифры? Делаешь снаружи, лечишь все внутри. Массаж лица, головы, шеи дает силу всему телу. Когда назначается массаж? Массаж назначается в восстановительной терапии, травмы, хронические заболевания, инсульты, инфаркты, при повышенном артериальном давлении, при повышенном артериальном давлении, при сердечно-сосудистой недостаточности. Но, вот в этом плане нужен хороший специалист, с хорошими наработками, с хорошим опытом, потому что это непростой массаж. Сколиозы, остеохондрозы, бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, радикулиты, невралгии, заболевания желудочно-кишечного тракта, хронический гастрит. Мигрени. Мигрень лечится. Для мигрени специалисты, медики, массажисты и те, кто болеют, люди, кто страдают мигренью, они знают, как это мучительно и какое лечение вредное. А тут массажем можно убрать мигрени, травмы, повреждения связок, суставов, растяжки, вывихи и ушибы. Когда противопоказан спорт, мы уже немножко об этом говорили, физические нагрузки, те, кто ведет малоподвижный образ жизни, инвалидам и, конечно, спортсменам. То есть тут мы уже увидели с вами, что массаж назначается широкой массе людей. Действие массажа намного сложнее, чем может показаться. То, что я вам сейчас перечислила, это все ерунда. Задействуются уровни всего организма в целом. Задействованы рецепторы, нервные импульсы, нервные окончания, мышцы, корешки. Работает весь организм. Улучшается работа каждой клеточки от простого, банального, казалось бы, массажа. Все мы устаем. У всех у нас масса стрессов, эмоциональное напряжение. Сегодня все борются за то, как успокоиться, как снять стресс, как расслабиться. Многие прибегают в аптеку, просят, дайте мне вот средства, чтобы повысить тонус, успокоиться, забыться. Каждый день мы встречаем таких пациентов, людей, которые устали от этого ритма жизни. Каждый хочет забыться, убрать из головы ненужные мысли, переживания. Почему бы каждому из вас не побаловать себя массажем? А ведь некоторые из вас, я уверена, ни разу его не делали. Свои усталые руки, свои натруженные ноги, шеи, спины, головы несите к хорошим специалистам. Результат потрясет вас. Вы будете в восторге от этого метода лечения, потому что это, во-первых, очень приятно, во-вторых, очень полезно. В нем, в массаже, секрет здоровья и долговетия. Восточные врачи и мудрецы знали в этом толк. А я сама ощутила на себе чудо массажа. Массаж бывает разный. Я вижу людей после массажа. Я делаю массаж деткам, маленьким. Поэтому советую каждому из вас. Побалуйте себя. Вы достойны получить самое лучшее, полезное и приятное лечение. Я думаю, эта информация вам понравилась. Поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал. И давайте будем вместе с вами цветущие, жизнерадостные, даже после нелегкого трудового дня, как я сегодня. Желаю вам прекрасного времени суток. С вами была Елена. Ваш домашний лекарь-аптекарь.